Вот, собственно, один скол, который, скорее всего, был зафиксирован из-за, не знаю, неправильно как-то подделя, наверное. И вот еще один скол. И, собственно, вот справа поступает экран, точнее, с левой стороны. В этом видео разберемся с текущей проблемой по поводу устройства iPhone 11. 64 гигабайта, красный цвет, продукт нравится именно. РСТ-устройство, купленное в NVIDIA. Так, в принципе, здесь все видно. И давайте, в принципе, начнем. В общем, купил я данное устройство 21 января 2020 года в такой известной компании, как и NVIDIA. Пользовался, достаточно радовался после iPhone 6s. Через две недели в данном телефоне я увидел дефект, нашел очень именно некорректное срабатывание Taptic Engine или Haptic Engine, его много как называют, вибромоторчик и так далее. То есть при свайпах, при использовании панели удаления и при разных сценариях срабатывания Taptic Engine был слышен щелчок, который представлял из себя что-то инородное, того, чего не было при покупке с iPhone, и я просто этого не замечал. С данной проблемой я обратился в авторизированный сервисный центр iPort, а именно расшифровка, технические системы, находящийся город Самара, Куйбышевский район, Южный шоссе, дом 5, торговый комплекс «Амбар», первый этаж. Указал данную причину, его взяли на диагностику, через часов 5 мне пришло сообщение, что телефон будет подвергаться гарантийному обслуживанию, и да, данный дефект подтвердился. Мне позвонили и сказали, что будет заменяться Taptic Engine, я сказал хорошо, поскольку уже устройство было, как бы, вскрыто, и мне уже метаться и китаться некуда было. Конечно, если бы устройство не скрыли и подтвердили данный дефект, лучше бы я его отнес в Polyford, но об этом попозже. И, собственно, я взял, точнее, через 3 дня, в среду, мне назвали срок 3-5 дней, я в среду позвонил, мне сказали, что будет заменяться Taptic Engine, позвонил в четверг уже, второй раз получается. И тут мне сказали, что телефон уехал в Москву, и вам будет выдана новая, именно будет замена устройства полностью, то есть гарантийная замена. Я вот этому факту удивился, поскольку два раза подряд мне говорили, что это будет заменяться Taptic Engine, в четверг мне сказали, что будет заменяться устройство полностью, и в пятницу мне сказали, что устройство будет заменяться полностью. И оно уже едет из Москвы обратно в Самару, и сегодня вечером вы сможете его забрать. Мне прислали сообщение в 20.57 в пятницу, получается 15 февраля, что устройство готово к выдаче, и в пятницу у меня не получилось доехать, я поехал в субботу, где-то часа в 20.57, два дня я забрал данное устройство, сдавал его я, если что, 9 февраля в Чернс.03, и забрал его в субботу, сдал в воскресенье. Поехал забирать устройство, да, кстати, если что, это устройство я не забрал, спойлер, ну. И, собственно, просто спросил, показал соглашение, которое у меня находится вот тут вот, кто не знает, как выглядит, в принципе, соглашение, выглядит оно вот так. Так, вот мое соглашение, вот время и дата сдачи данного телефона, вот сам смартфон, серийный номер, Аймэй, и описание его, и обратите вот на вот эту строку внимание. Она понадобится. То, что внешнее состояние, здесь указывается, при осмотре изделия установлено, что оно находилось в эксплуатации потертости и загрязнения. Мое устройство, моему устройству на время, получается, время сдачи было чуть больше двух недель. Устройство я носил в чехле, в стекле, и защищал его как мог. То есть эксплуатировалось оно очень бережно. Не ронялось, не царапалось, ключами не носил, носил в отдельном кармане, и, в принципе, все было прекрасно, если бы не этот дефект. И, собственно, обращайте внимание, когда вот это вот сдаете. Если вы подписываете, что здесь все-таки в эксплуатации есть потертости и загрязнения, вы подписываете эту бумагу, а я ее подписал по своей дурости, то вы автоматически соглашаетесь, что на устройстве были потертости и загрязнения. И все, от этого вы уже никуда не уйдете. Это факт, это официальная бумага, поставлена с печатью и с вашей подписью. Отложим пока что соглашение в сторону, и я хотел бы сказать, что происходило дальше. Приехал я за устройством, показал данное соглашение, и мне вынесли устройство. Угадайте, какое, правильно, мое старое устройство, которое я сдавал в ремонт. Вот, собственно, один скол, который, скорее всего, был зафиксирован из-за, не знаю, неправильного, как-то подделя, наверное. И вот еще один скол. И, собственно, вот справа выступает экран, в течение с левой стороны рамка. То есть на видео, может быть, не видно, хотя нет, на видео видно. Даже вот так вот при съемке на видео видно, что вот с этой стороны он прям выступает, а с этой стороны такого нет. Это как могло произойти. Что? Вот, смотрите, тут. Вот, просто возьмите, проведите вот здесь вот пальцем с этой стороны и с этой стороны. То есть это, скорее всего, следствие неправильной проклейки было получено. Ну, я разницы, если честно, не вижу. И я не инженер, чтобы определять вот эту все разницу. Я могу там описать царапины, еще что-то, что-то вот такое тактильное. Ну, то есть вы подтверждаете, что тут вот есть скол, и тут есть скол, просто мне для видео это нужно, чтобы отослать официально. А я подтверждать ничего не могу и не имею права. Я могу лишь вам сейчас либо выдать устройство, мы с вами подписываем документы, либо вы оставляете... Следующее устройство, как вы можете поступить, если вы любите себе устройство, хотя уже, в принципе, дефекты описаны, я принесу его сюда, и вы скажете, там, допустим, то, что телефон, я, скорее всего, попозже, если я его заберу сейчас. Поскольку я вам отдал его в руке, я уже неделю не вижу. Ну, и вы можете не забирать, это ваше право. Да, либо я не забираю, я не знаю, как тут правильно поступить, на самом деле. Ну, решать только вам, я вам не могу сказать, что вам взялось. Мне более интересно было вот сама суть того, что как так путаница могла произойти. Вот то, что один мне говорит одно, другое другое, и третий тоже другое говорит, потому что телефон заменяется. Я просто вот реально думал, что я приду, телефон мне новый выгод, и я смотрю, выносится старый. Ну, понятно, неприятно. Сейчас у меня третий человек. Спасибо. На мой вопрос, почему это не замененное устройство, мне сказали, что, блин, чувак, всего ты взял, что тебе будут заменять устройство. И тут я говорю тому работнику, который был там в данный момент, который звонил в четверг, был Вячеслав, его не было, он был, кстати, сегодня. Я спросил у него, как так получилось, ответ вас шокирует. Они перепутали. И, собственно, я начал расспрашивать его, как так получилось, на что конкретного ответа он мне дать не мог. Положил устройство, я начал осматривать устройство, поскольку мне нужно осмотреть его, увидеть, какие-то, может быть, что-то там произошло. И да, это произошло. Далее, после этого видео будет приложено еще одно видео, которое тоже снимал я. Сегодня сорвался, поехал в амбар и снял видео именно этих дефектов. А именно, дефекты были следующие. Их три. Три дефекта, чтобы вы понимали. Не два, не один, а три дефекты. И достаточно заметных. Здесь вот, только с тыльной стороны получается, со стороны экрана. Вот в этом месте был скол. То есть, скол краски. И там уже виднялся металл. Здесь также был скол краски, и там уже виднялся металл. И самое главное, при проклейке экрана, экран начал выступать с левой стороны. Вот в этом месте особенно это ощущалось. И вот в этом месте такого не было. Там был прям плавненький такой переход приятный, а здесь прям остренький такой рамкий переход. И это говорит о том, что была нарушена заводская проклейка, и телефон уже не подлежит, то есть, эксплуатации в воде. То есть, его нежелательно окунать, поскольку телефон может просто умереть. А у нас, как вы знаете, именно в России, поскольку были случаи, мне рассказывали, что в Швеции с такими проблемами устройство меняют. Если в него попала вода, а устройство было защищено гарантией, собственно, проклейка не пострадала, то устройство меняли по гарантии. Ну, тут такого нету. Да, и особо плавать со своим айфоном я не хотел. Ну, я сказал, что мне давали листок, ручку, написал заявление о том, что я отказываюсь принимать данное устройство и данную работу, которую провели инженеры, так называемые в кавычках инженеры. Не могу их так назвать, поскольку такие ошибки в авторизированном сервисном центре у инженера, которые прошли лицензию Apple, лицензирование, которые доказали на своем опыте, что они могут работать с гарантийными устройствами, которые находятся на гарантии. Это не просто абы что, не какой-то там сервисный центр, просто обычный, это авторизированный сервисный центр. Ну, написал заявление о том, что перечислил все дефекты, которые обнаружились при выдаче данного устройства. И потребовал либо замену устройства, либо возврат полной суммы средств за это устройство, а именно 61 тысячи рублей по чеку. Чек у меня также есть на него. После чего отдал устройство, отдал заявление, сделал копию, заверил ее и в печатью. Оригинальное заявление заверили печатью, отправили в головной офис в Санкт-Петербург. Кстати, завтра будет, скорее всего, известно решение данной компании iPort. Надеюсь на их благоразумие и то, что они либо устранят этот дефект, либо заменят мне устройство. Хотя, в принципе, устранение данных дефектов будет решаться только заменой устройства. Здесь есть два выхода, вернуть полностью средства, либо вернуть полностью устройство. И также позвонил в поддержку Apple, объяснил им все, что случилось, на что они мне выразили свои искренние извинения. Причем даже не один раз, а раза четыре. Но по факту с этим еще не разобрались. Поскольку авторизированный сервисный центр iPort при запросе от Apple прислал им фотографии под таким углом, который им был выгоден, чтобы не было видно никаких царапин и сколов, которые я указал. Ну и, собственно, они этого не увидели. Я поехал в авторизированный сервисный центр, снял видео и для Дениса, и для поддержки Apple. И одно видео я отослал Денису, одно отослал поддержки Apple. И во вторник, как мне сказала Екатерина, старший кто-то там, что во вторник уже будет известно о решении данного решения. И я надеюсь, что это решение будет в пользу меня, а не в пользу северостного центра. Что же, всем спасибо, наверное, за просмотр. Всем пока.